Вековечной глуши, где шумит древний бор, Старый воин решил отдохнуть и развел свой костер. Он сидел неподвижно и в пляске огня и ветвей, Он как будто опять видел кровь и бесчинство князей. Ими вертят черневые греки-попы, Как хотят на своих же, на русских гоня за отрядом отряд, А разоряют селения, как будто лютейшим врагам. Тем, кто верен остался прадедовским древним богам, Пощады не жди, и о милости их не проси. Нету правды отныне на некогда светлой Руси. Лишь в лесах, схоронившись, возможно меча избежать, Жить в землянках, до воли безумных князей проклинать. Воин сжал рукоять, меч прошел не одну с ним войну, И услышал он глаз из чищобы, Зывавший к нему. Из восточных степей хазарами краи полны, Мчатся конные тысячи дикой хазарской орды. Не сегодня, так завтра Пойдут они Русь разорять. Выходи, русский воин, Свой край от врага отстоять. И со злостью задвинул он в ножны свой меч. Мнель князей да бояр, Да попов ты прикажешь беречь. Где Тарусь, что когда-то отец наказал мне хранить? И ее греческий бог да хазаруш Успел разорить. Сожжены города, И зарублены наши волхвы. Непокорного кривди Клеймят, как слугу сатаны. Красоту наших жен, Наши песни и славу побед Объявили грехом и пороком Руси больше нет. Но ему возразилось чищобы Стенающий глаз. Русь жива, ведь дух Русича в нас не угас. Синеглазая рать однажды Поднимет свой меч. Неродившихся воев Ты должен ныне сберечь. И коль русская кровь В поколениях будет жива, Русь поднимется снова, Отвергнув обманы попа. Не ответил чудесному глазу Языча тогда. Погасил он костер, Подозвал боевого коня И помчался к восходу, Где только Ярила затлел. В стольном Киеве Воинов спрашивал Киевский князь. И откуда у вас сила и доблесть Такая взялась? Ведь никто, кроме храброго, Не сумел тех хазар одолеть. Воевод ответил. Уж прощались мы с жизнью, И кровь застелила глаза. Но нежданная помощь из леса Тогда к нам пришла. Некий Витязь отважный Исчащий помчался вперед. Его взор так сиял, Как сияет мерцающий лед. С громким кличем Врубился ратник во вражьи ряды. Кто вставал на пути, Ни один не сносил головы. И тогда мы, забыв про усталость, Про раны и боль, В бой помчались, На свитязь тот ввел за собой. И бежали хазары, Кибитки свои побросав. Но когда их остаток в тумане Бесследно пропал, То таинственный воин Мертвым на землю упал. От полученных ран сражаясь, Он кровью истек. Не узнали мы, Кто он, Шагнувший на смертный порог. Кто же он, князь Промору, Должно быть великий святой? Воевода ответил, Не знаю таких я святых, И не слышал я прежде О воях великих таких. Но сиял на щите Его красный изогнутый крест. И когда он упал, То заплакала чаще о крест. Он бывало, Врагам по три головы сразу срубал. И прости меня, князь, Но в бою он, в Перу, но взывал. Там, где вечно бегут Неизвестность стада облаков, Выше сосен столетних И выше горных снегбов. По туманам, по радуге, Будто бы по земле. Ехал воин славянский На верном красавце коне. Ехал в светлую сварбу В небесную светлую Русь. Но терзала героя земная И плотская грусть. Как он сможет во сварге Гулять и славить богов, Если там на земле Льется красная русичья кровь? И воскликнул, Предки, назад отпустите меня. Мне напиток бессмертия горек, Коль стонет родная земля. Молодильные яблоки, Чёрствую и вечность, Не радость, а боль. Коль на русских идут Басурмани с огнём и войной. Коль рыцари-псы Разоряют и губят славян, Коль правда и честь уж неведомы Нашим князьям. Грянул гром, взор героя Неведомый свет вдруг затмил. А потом он проснулся в своей колыбели, И мама склонилась над ним.